Музыка Всем привет, с вами Антон с салалогнинова.ком Сегодня у нас обзор самой легендарной игры в истории Call of Duty Музыка 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 Call of Duty это игра, которая всегда выжигала напалмом твои волосы После которой трудно смотреть на другие игры Ты смотришь и такой Блин, не верю Такое может быть в 18 году Это ведьмак из мира шутеров Black Ops 4 это игра, канон, то за что мы любим Call of Duty Про это Black Ops 4 Это очень проработанные карты, это реалистичное стрельбооружие Вернулось чувство божественного праздника Ты можешь расщеплять соперника до смерти, забить его красными кубиками В игре звуковые спецэффекты Super Dolby Digital Atmos 4K XS Max Просто какой-то фьюрверк восприятия Заканчивается матч И ты просто выдыхаешь И ты просто выдыхаешь Один лепрекон из нижнего интернета Уже накрутил игре 4 балла на метакритике Куда ты лезешь, хуесосина? Тебе ебать, если моя колда не нравится? Ты выйди со мной раз на раз А не на ютубе выебывайся Я тебя сожру и выстрел, блюдо Тот Call of Duty, который все так любят и ждут Он вернулся У игры есть одна проблема Она слишком превосходная И она слишком дешевая Мне дали... Я купил две копии И есть претензия к 3arch Не может такой труд так мало стоить Это титаническая и невероятная работа К которой я имел счастье прикоснуться Эта игра навсегда ставит коричневое пятно в истории Добрый вечер Наверняка у вас вопрос Что же я думаю об этой игре Друзья, эта вселенная крайне относительна В зависимости от того, в какой плоскости мы будем рассматривать эту игру Под каким углом и ракурсом Давайте для начала оценим ее относительно других частей Call of Duty И я не побоюсь этого сказать Это лучшая Call of Duty со времен Black Ops 2 Если отбросить ностальгию Объективность, что эта игра была раньше Как бы все Она лучше, чем Black Ops 2 Все, что я дальше буду приводить в плюс Это лично мои ощущения У вас, возможно, они будут другие Здесь есть баланс гаджетов В Black Ops 20 им был просто лютый пиздец Они были дисбалансные Их было очень много И это очень рушило игру Я говорю про гаджеты или способности Которые не дают тебе шанса не сдохнуть Если они у кого-то появились Здесь тоже не без грехов Например, ебучая псина Которая убивает тебя одним укусом Я не понимаю, зачем все это обмундирование Если сраная собака тебя убивает одним укусом Она маленькая, она быстрая У нее очень много хп И в основном тебя убивает сзади И вот проблема колды в том Что есть огромное количество гаджетов Или способностей Которые тебя убьют Не оставляя тебе шанса Я считаю, что это неправильно Последняя колда, в которую я играл Прямо-таки полноценная Играл, да, и это была Black Ops 2 И она была охуенная Позже я, правда, видел БФ И дальше вы сами знаете, что было Но тем не менее Я получал от нее удовольствие И много того, из-за чего я удовольствие и получал Сохранилась в этой части Она не напряжная Она фановая В ней куча всякого говна Ачивок и прочего такого Она быстрая В плане того, как быстро проходят матчи И очень многие атрибуты Этого геймплея здесь сохранились С одной стороны, это херов Вы сами знаете почему С другой стороны, это хорошо Потому что игралось-то нормально В большей степени, я считаю, что это хорошо Потому что сохранилась каноничность Одной из лучших частей серии Что поменялось с геймплеем? Во-первых, регена больше нет Да, звучит хардкорно Но на деле это не так После попадания Ты вгоняешь в себя вещество Только хп восстанавливается раза в два быстрее Чем когда реген был Я не понимаю, зачем это все Хп восстанавливается, ну очень быстро Ты код снул врага Он забежал за угол Вмазался И все, он тебя убивает Потому что у него 100 хп А у тебя меньше Следующее В сетевом шутере убрали гранаты Они теперь стали специальными способностями Отдельных двух классов Вдобавок, они восстанавливаются очень долго И за раунд ты кинешь ее раза 2-3 максимум В геймплее критически не хватает гранат Пропадает всякий намек на тактику Хп у нас теперь 150 Очень многие жалуются, что, дескать, теперь очень долго надо стрелять в игрока, чтобы его убить Они просто не играли в БФ-4 в первый год того выхода Лично я в высоком ТТК вижу только плюсы Потому что сводятся на нет рандомные убийства, например В шутеры мы играем, чтобы стрелять И благодаря этому сам процесс стрельбы происходит дольше И это ли не прекрасно? Энех изменений я не заметил В целом это классический каноничный Call of Duty Кстати, особый канон это баланс Call of Duty Когда я первый уровень, он 46 И мы играем вместе Превосходно Вы не находите неправильным, что я, седьмой уровень, почему-то играю с 50-ми Почему это так происходит? Почему меня кидает к этим монстрам? Что за ебанутый баланс? Причем дисбаланс крайне ощутимый Потому что карты маленькие И из-за этого с 50-м лелом ты будешь встречаться очень часто Я не могу сказать, что я восхищен Это явно не так Но признать, что это неплохо, я готов Мне не совсем уже комфортно играется В том числе из-за особенного дизайна карт При всей миниатюрности и простоте У карт очень грамотный дизайн Они построены таким образом, что у тебя всегда открыта спина, либо бочина Ты вынужден двигаться Хочешь жить? Вертись Из-за этого все носятся как блохи И я верю, что это кому-то может нравиться Но не мне Мне хочется как-то больше тактики Больше прагматичности Нельзя не упомянуть весьма неплохую систему кастомизации Огромное количество скинов Ты можешь клеить наклейки Большое количество модулей Которые влияют на поведение оружия Сейчас был такой большой камень в огород Баттлфилда Для серии ничего нового в этом нет Абсолютно все это было в Black Ops 2 Но мне трудно придумать, как еще можно улучшить кастомизацию Разве что сделать какую-то кузню и там себе оружие ковать И вот это был бы Next Gen Левиная доля негатива связана с тем, что в игре отсутствует сюжетная кампания Но стоит она как полноценная игра 60 баксов И я категорически с вами не согласен Абсолютно все сюжетные кампании Call of Duty последних 5 лет Это чистейшее, тривиальное, клишированное говнище Единственное хорошее, что в них было Это то, что все это убожество люди разбирали на мемы Кевин Спейси, поезд сделал бум, Марс и Вичем Результат? Поезд сделал бум Поезд сделал бум Бум Пресса F2P и Респект Они были настолько уебищные, что комьюнити с них ржало Игры про войну превратили в клоунаду и тир И по смешищу пришел конец И слава богу Да и камон, сам сюжет это от силы 5 часов геймплея Неужели хоть кто-то его оценивал в 60 баксов? Ни один сюжет не стоит 60 баксов за 5 часов А уж тем более за те помои, которые там были Игру покупали только ради мультиплеера Но я его никогда не обозревал Потому что это были бы самые короткие ролики на моем канале Изменений там было, сами знаете, сколько Ого Хуль тебе надо, хуесосина Вообще-то вы первый мне позвонили Раз уж ты позвонил, то купи мою подписку на ютубе Будешь смотреть мои сюжеты первым По-моему, вы первый на ютубе, кто стал продавать сезон пасс на свой канал А по-моему, у тебя слишком много собственного мнения Я таких не люблю Сколько вы зарабатываете? Знаешь, хуесосина Намного меньше, чем заслуживаю А оказавшись перед Путиным Что бы вы ему сказали? Купи мою спонсорскую подписку на канал Смотри мои сюжеты первым Не стоит забывать, что в комплекте с игрой идет режим Battle Royale Который, в принципе, катит на отдельную игру Call of Duty далеко не первая игра, которая продается по полной цене без сюжета Тот же Overwatch, тот же Battlegrounds, господи Я бы понял, бугурт, если бы GTA выпустили без сюжета Ассаси, ну это сука, Call of Duty Он такой-то, мать его, отстойный, что ну его нахуй Меня очень многие ругали, что я упорно обходил зомби-режим И это правда, я никогда в него не играл И в этой части это было впервые Признаться, я не очень понимаю прикола Вы в компании корешей убиваете волны искусственного интеллекта Зачем? В чем смысл? Проверить, до какой волны вы сможете дотянуть? Да, но прикольно Интересная стилизация Есть некоторый драйв в последних волнах Особенно, когда их прям толпы, ты их месишь Это прикольно Есть элементы кооператива Когда вы друг другу помогаете, кричите Ааа, помоги, подними и так далее Это неплохо, но дифферамп воспевать я бы не стал И почему люди настолько сильно от этого режима тащатся Что ради этого режима покупают игру? Я этого не понимаю Поиграть там пару раз и как бы все Я понимаю, там головоломки, кастомизация, кооператив Но я не выкупаю, почему так от этого тащатся Ты просто с друзьями убиваешь волны тупого искусственного интеллекта Ради этой цели я мог пойти в БФ4 на карту операции в заперти В общем-то, в это играть можно И я уверен, найдутся люди, которые будут прямо-таки кайфовать Отчасти потому, что она до невозможности динамичная Школьники охуеют от восторга Но лично у меня и у Банана это вызывало некий дискомфорт Хочется, чтобы матчи были дольше Чтобы была какая-то передышка Не хватает какой-то тактичности Короче, мне не хватает Баттлфилда В игру я наиграл немного Порядка часов 25-30 И я солгу, если скажу, что играл я все это время без удовольствия Это полностью Black Ops 2, но я его любил Если Баттла в этом году таки реально обосрется То будет чем сократить время до выхода новой части Только что мы рассматривали Call of Duty Обособленно от другого мира шутеров В рамках собственной серии Ну а давайте теперь высунем Call of Duty из собственного вакуума И закинем в аквариум к другим сетевым шутерам И на их фоне она выглядит весьма неубедительно Я не говорю про то, что концепция игры не поменялась Что ты носишься как вошь, пиу-пиу тебя убивают Респаун, пиу-пиу ты убиваешь Короче, это нормально Хотя к классическим режимам есть огромная претензия Это все еще максимально примитивный геймплей Носишься и умираешь Знаете, вот в шутерах можно прислушиваться к топоту шагов И быть готовым к ним Это не про Call of Duty Шаги здесь вообще не слышны Я знаю про это говно, оно не работает Респаун работает примитивно и хаотично Враг может респауниться прямо перед тобой Ты его сразу убьешь, когда он еще ничего не понял Либо сзади тебя, когда ты вроде играешь хорошо Носишься, делаешь киллстрики Сзади тебя появляется враг, и он тебя убивает Ты ничего не можешь с этим сделать В целом это крайне предсказуемая мясорубка Ты смотришь на радар, вот там где нет твоих союзников Там 100% враги Все, что в этой игре надо уметь делать Это просто стрелять быстрее других Никакая тактика, ничего этого не надо Просто уметь лучше всех стрелять Думать здесь не надо Окей, если вам нравится эта концепция Играйте, ничего против не имею Кто как хочет, так и дрочит То, что карты остались малюсенькими примитивными коридорами Это тоже нормально Это игра такая, и она многим за это нравится Менять это не надо было Но технически, визуально, по звуку То, как ощущается стрельба То, как ты бегаешь То, как это все выглядит, это очень устаревше смотрится 2012 год, Black Ops 2 Посмотрите, как трясется оружие 2018 год, Black Ops 4 Посмотрите, как оно ведет себя здесь Я напомню, между этими геймплеями 6 лет разницы В сравнении с Black Ops 2 Звуки стрельбы, ну, не то, чтобы очень поменялись Между этими звуками 6 лет разницы И почему-то мне кажется, что за это время можно было разницу сделать, ну, куда очевиднее Глубина и объем звука немножко поменялись Но ощущение, что это те же самые звуки, просто с другими эффектами Они тебя не покидают Почему анимации передвижения выглядят настолько всратыми, что на них без улыбки смотреть нельзя? Во всеми вами, ненавистном BF1, персонажи бегают, как настоящие люди Практически естественные движения тела В колде это просто как будто роботы какие-то бегают Если присмотреться, у нее при беге не двигается голова Знаете, как у курицы стабилизированная Замах его ног и тела не соответствует преодолимому расстоянию Это крайне неестественно выглядит Это очень важно, потому что именно эти вещи влияют на атмосферу и восприятие Анимация смерти, она настоящая Даже каска, по которой попали, посмотрите, как она физично перемещается В этой игре они просто падают, как мешки с говном и... Почему в Battlefield это смотрится хоть сколько-то натурально и правдеподобно? А почему здесь все это так неестественно и нелепо? Если простым языком в игре нет серьезности Я не чувствую какую-то атмосферу войны, вот что-то типа того Все какое-то игрушечное, пластиковое, еще чуть-чуть и уровень Фортнайта будет Это просто Black Ops 2 с немножко подтянутой графикой Справедливости ради, она выглядит не совсем всрата Как в предыдущей части Я бы даже сказал, терпимо что ли Вообще сегодня на ютубе появилась целая группа сектантов-экстремистов У которых Call of Duty не просто не выглядит плохо Она у них выглядит даже лучше, чем Battlefield И я их называю свидетелей графона Call of Duty Для меня они на одном уровне с чуваками, у которых земля плоская Поклонники той теории также приводят факты, какие-то аргументы Пытаются быть убедительными И вот ты на них смотришь и понимаешь Я не буду с ними спорить, это не имеет смысла Давайте упустим геймплейные механики Это все очень спорно, кому что больше нравится, окей, но графика Один мой давний товарищ говорит, что в Call of Duty вообще прекрасно все Вот только свет немножко посасывает Но блин, разве свет это не самое основное, что влияет на восприятие? Посмотрите, насколько преображает грамотный свет даже GTA San Andreas Ведь по сути это та же самая игра Просто с помощью света мы получаем тени, отражения, блики Вот все такое и полностью по-другому выглядит Все такое живое, настоящее, реалистичное В Call of Duty этого нет, она бледная Перед вами World War 3, это игра, которая только недавно вышла в бета-тест Вот почему от маленькой бедной польской студии Игра выглядит намного технологичнее и симпатичнее Чем игра от многомиллиардного издателя И крайне опытной студии Treyarch Почему так происходит? Потому что они принципиально клали на все это дело хуй Потому что все равно покупают Call of Duty не то, что не чита Баттлфилду Это не уровень даже Killzone Shadowfall 13 года Это была очень красивая игра И Call of Duty до нее еще лет 10 эволюции Вы скажете, что подобное в батле можно найти? Да, можно Да вот только вы упускаете тот факт, что здесь миниатюрные коридорчики 5 на 5 метров и огромная карта в батле Где в принципе такое естественно Я понимаю, вам хочется Кризис 3 только в масштабах Баттлфилда Только вы не учитывайте, что у вас калькуляторы сгорят от такой графики Ведь в какой-то степени вся вот эта визуальная шедевральность Батл-Рояля от Колды вызвана чем? Чтобы оптимизация была нормальная И это сработало Даже при условии очень большой дальности прорисовки Игра работает отлично Да, PUBG выглядит лучше Да, Хизи выглядит лучше Но они, сука, лагают И поэтому здесь нашли компромисс Здесь снув зубы, я прощаю все, что здесь происходит Потому что херовый графон здесь оправданный Благодаря этому здесь отличная дальность прорисовки Отличный FPS даже на очень слабом железе Ну а на маленьких-то картах почему так плохо? Чем это объясняется? Я стараюсь быть объективным Прогресс в графике есть Она изменилась и в лучшую сторону Но она все еще, ну, очень не очень Тени, отражения, блики Где это все? Почему это так плохо выглядит? Здесь не надо ходить и рассматривать текстурки Упираясь в них, прицеливаясь Здесь просто общая картина выглядит всрато Вы понимаете, что перед вами игра 18-го года Если найдется полуумный, который скажет, что это консоль Просто не тянет Вот как на этой консоли выглядит другая игра Что-что, но Battlefront безумно красивая И это, кстати, еще первая часть Она выглядит плоской, пластмассовой и примитивной Кто-то видит призраков, кто-то видит бога А кто-то здесь видит графику Мда Невзирая на то, что игру я во многом похвалил Я тоже сказал, что она мне понравилась Очко у Badla Duit'er все равно порвется Потому что здесь была критика Понимаете, это люди с максимально низким порогом вкуса У них нет задатков критического мышления У них нет способности критиковать то, что им нравится Именно поэтому я их справедливо называю говноедами Жрут и причмокивают, и им охуенно А критикуешь, пидорас Критика убрала лутбокс из Battlefront Вернула визуальный контент в Ассасин Воскресила из мертвых No Man's Sky И много еще чего другого Вы же продолжаете послушно причмокивать О да! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok